Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Значит, смотрите, работа с новичком. Вот на самом деле, вот я перед вами стою сейчас уже с комиссией 55 тысяч рублей. А вообще, если брать вот сетевые компании и опыт, я до сих пор считаю с новичком. Новичок считается с момента подписания договора до полугода. Значит, какие-то сетевые компании говорят 3 месяца, это мало, мало. Я сама лично полтора месяца только разнюхивала аромат. Понимаете? То есть при своем обыте большом я только вот пристреливалась в компании, да, только полтора месяца. А потом я поняла, что здесь есть деньги, я побежала. Вот. И строю бизнес только 4 месяца. Еще 2 месяца, ну, даже вот с момента, как человек принял решение строить бизнес. Не с момента подписания. У вас сегодня может подписаться человек, а проснуться через, там, год даже. Прийти и сказать, слушай, ну, я как-то отслеживаю тебя в Инстаграме, что ты на Мадиву уже поехала, там, в Турцию от компании, машину, да, я тоже хочу. Вот. И в тот момент, когда он приходит и заявляет, что я хочу построить бизнес, мы записываем, нас слушается Россия. Пожалуйста, если у вас телефоны или что-то, пожалуйста, или выходите, или выключайте, потому что я сбиваюсь. Вот. А значит, смотрите, ничего страшного, не пугайтесь, не пугайтесь, я не съем, но я как-то сбиваюсь. Вот. Напомните, я на чем... А, смотрите, полгода человек у вас новичок. С момента, как он принял решение строить бизнес-компанию. И вы должны с ним работать, как, если человек вам звонит и просит вас помочь, и, там, по обмену что-то продукции, все, вы должны помогать. Ну, действительно, реально новичок. Первые полгода входит в работу только. Поэтому я тоже, 20%, но я новичок еще в компании. То есть еще тоже есть такие нюансы, которые вот еще охватить не удалось, да. И, значит, дальше. Я прочитала книгу и всем очень советую. Я сейчас в своей группе какой-то конкурс буду устраивать на книгу эту, потому что не только хлебом насущным жить человек надо давать людям и вот эту вот интеллектуальную пищу, да. Вот эта книга, я думала, я как, знаете, что там, ну, что я думаю, я все знаю, сейчас объясню, как-то сделаю, вот это все, упал я сюда-сюда, думаю, ну, что-то вот хлебушки на голове, 10 салфеток и 10 уроков на салфетках. Ну, из одного названия можно эту книгу открыть, да, как-то привлекая. Я открываю эту книгу и просто вот, я три дня купалась с вами, я в Ванне книги читала. Я пью чай, купаюсь там и думаю вообще о жизни, да, смываю плохую энергетику. Я реально, я три дня, ну, я все, там зависла вообще, как русалка. Я читала, я еще раз люблю читать и еще три раза буду читать, потому что она просто перевернула мое сознание. Вот это дальше, на следующем обучении я буду рассказывать про работу с новичками, да, вот на основе этой книги она потрясающая. Немножко я ее на русский лад переведу, это что-то американцы, конечно, могут сквозь строки написать какую-нибудь гадость, мы ее следим, у нас все не так пойдет. Мы русская душа, вам надо на русский манер себя переложить, я переложу ее на русский манер, чтобы и папку. Смотрите, Дон Фейла, 10 уроков на салфетках, как выстроить большую, спешную модель организацию. Дон Фейла, Дон Фейл Ла, 10 уроков на салфетках. Смотрите, я хочу, чтобы каждый из вас, ну, может быть, уже структура у кого-то есть, а кто-то еще новичок, да, все равно. Вот вы должны понять и учить как своего каждого человека. Как только вы подписываете первого новичка, вы должны сказать, я лидер. Понимаете? Вот я это сказала. Как только я подписала первых своих новичков, я сказала, я лидер. Поэтому я сегодня на четвертый месяц работы стою и говорю, я лидер. Я сразу две квалификации открыла, 17-20% в одном месяце, да. То есть я лидер. Я пригласила этого человека в бизнес. Я же свой рот открыла, я же не оставила его клиентом. На самообслуживание, в принципе, не отправила. Я сказала, ой, вот это начнешь со скидки, ныть, и ныть, и будешь ныть, меня добить. И правильно я говорю, если у вас начинают даже рот в пауки, у меня мама сейчас говорит, ну что там, и посадили тебя еще в твои сети вот там парни, у меня позитивная мама. Это все время на твои 55 тысяч. Сейчас два раза получишь, и тебя там облуют, накроют. Ну, очень классно, мне позитивная семья лучше. То есть, чтобы вы знали, я преодолеваю все муки ада, вот, через всех там своих родственников и так далее. Вот, и значит, это она. Я просто в этом не верю, в этом не разбираюсь. Я говорю, плечевое слово, я в этом не разбираюсь, говорю, все. Вот сегодня я кайфую, ты видишь, что я в ней была радостная, видишь, видишь, деньги есть, есть. Тебе что еще надо от меня? Ребенок мой не спился, не скурился, как-то куда-то топчется, куда-то идет. Радуйся этому, все. Это твоя мамкина задача, да? Значит, вот, понимаете, вот сказать себе, внутри я лидер, я ответственник за этого человека. Не подписали, понимаете, мне страшно. Я вам объясню, почему я сейчас людей в городу встречаю, который в эссенцию, который спрашивал, а вы, кто у вас лидер, там, спонсор и так далее. Человек говорит, а я не знаю. Меня подписали и больше не позвонили мне. Это что вообще такое, это что-то дикость вообще. Не портите человека, вы его портите, понимаете? И вы что делаете? Вы нам всем подставляете подножку. Этот человек потом пойдет и все начнут по городу рассказывать. Это не серьезная компания, это не серьезная. Меня еще подписали, бросили, с меня там деньги забрали, там еще что-то, этот парфюм мне дали, а он вообще на парингет не похож, уже служат, служат, служат. Вам зачем такая слава? Он с нормальной компанией, с нормальным продуктом. Не делайте этого. Значит, и смотрите, вот, я не знаю, откуда у меня появилась дома эта книга, но она тоже взрывает меня мозг. Я такая вяжу, когда мне псих обирает, мне кто-то там говорит, что мое лидерство незаслуженное, здесь телеким, у меня есть разные лидеры, да? И в вашей компании тоже. Я такая начинаю читать и говорю, я лидер. Все, я на этом успокаиваюсь. И все. Очень важная фраза, которую вы должны научить новичка с тобой. Первое. Это правда ваша? Ну, правда. Напишите ее. Первое, что выглядит своему новичку. Одевайтесь для успеха. Одевайтесь для успеха. Точка. Одевайтесь для успеха. Одевайтесь для успеха. Имидж очень важен. Уж тем более, товарищи, но если мы работаем в компании парфюмерном, но мы не имеем права пахнуть естественным нашим запахом, понимаете? Ну как-то, а слеженькие рубашечки, платьицы и так далее. Вот вроде говорю вам, ну, вещи, ну, которые с детства родители нам говорят, да? Ну, это же есть. Вы же понимаете это все. Поэтому, как бы, одевайтесь для успеха. Имидж очень важен. Люди судят о вас по внешнему виду. Люди судят о вас по внешнему виду. Опять же, презентуем ароматы. Пожалуйста, руки должны быть аккуратные у женщин и у мужчин. Если вы не приемнете там накладные эти гелевые там ногти или такие, по крайней мере, там, коротко обстрижены чистенькие, да? Ну, как-то вот. То есть, вот такие элементарные вещи, они должны быть. Одевайтесь для успеха. Имидж очень важен. Люди судят о вас по внешнему виду. И хочу вам зачитать прям несколько здесь таких фраз, которые меня прям вот возбуждают. Может, и вам они как-то помогут, да? Вот. Это я лидер? Это, смотрите, это Брайан Трейси. У него много книг. Вы можете просто записать лето. И вот об эффективном. Это об эффективном лидерстве. Ну, я же вам расскажу. Что болит, у кого что болит, тот о том и говорит. Я же лидером встала. Ну, ну, нужно теперь вот как-то идти в эту сторону, да? Ну, и вы. Вы как только подписали новую очках, я лидер. О, как, лидер? Каждое слово. Лидерство – это способность получать выдающиеся результаты от обычных людей. Только не забывайте, что когда вы их берете за руку и ведете с собой, они перестают быть обычными людьми. Они становятся людьми необычными. Пока. Не подошла. Ушла. Моя любимая веточка. Любая работа делается коллективами. Результаты лидера – это результаты его коллектива. То есть, если мы бросили людей на производство судьбы, то и у нас никакого не будет совершенно результата. Будьте лидером в своей области. Если уж вы пришли в компанию Essence, и вот приходите на обучение и чего-то хотите достичь, пожалуйста, изучайте. Изучайте парфюмерию, читайте, смотрите вебинары и так далее. Вы должны быть профессионалом. У вас человек должен задать вам вопрос, а вы должны на него профессионально нормально ответить. Начинайте работу пораньше, трудитесь приближнее, задерживайтесь на работе подольше. Я смотрю, я вообще любилась, я точно по-моему уже. Я первая же начинаю. Знаете, так, много же групп в WhatsApp, да? Первая – это Essence Россия я открываю. Что там нам нового рассказали, кто там порвался, кто там кого позвал. Все важно, все важно. Для меня все важно, я все изучаю. Я должна быть в Essence Россия точно. Смотрите, вот очень много пишут. О, особенно я. О, не так перевели с чешского, не так написали, как вы могли. Приведите меня, я вам все напишу и так далее. Смотрите, это я себе сейчас говорю. Проблемы материально-технической базы нужно решить. Людям нужно подать пример, ваш собственный. Меня ничего не останавливает. Ну и что, что свет выключили? Я все равно найду этот аромат в городе Краснодаре, если мне его там не продают. Ну и что, что там, что-то, я не знаю, там сайт сломался или еще. Ну и что? Я, все, рушится, град, ураган, шторм, я все равно иду. Если человеку нужен аромат, я его все равно выравлю в городе Краснодаре, даже если выключили везде свет, все отключили телефоны, никого нет. Я все равно найду, понимаете? Я подаю свой собственный пример своим людям. Они видят, как я ради них что-то ищу, как я ради себя что-то ищу. И они тоже так начинают делать. Так, что-то мне тут очень много понравилось. Могу было прочитать, но это я себе. Выдающиеся лидеры ощущают свое призвание, верят в себя и делают свою работу. Еще мне очень понравилось. Менеджмент – это интеллектуальная игра. Понимаете? Не надо относиться ни к чему в жизни серьезно. Жизнь, она, мы знаем, как она, что там, раз, бах и все. Поэтому менеджмент – это интеллектуальная игра. Чем правильнее вы мыслите, тем больше результатов достигаете. Информируйте людей. Каждый хочет знать, что можно реально сделать. Понимаете? Когда мы всех подписали, сели и сидим дома. Ну что, давайте, мегрые, работайте. Я сижу, я же всех уже должна подписала. Еще по 50 баллов вам акцию рассказала. Еще когда будем вместе, все. И вообще я отключила телефон, выехала на море. Или дома сижу, включила свою любимую фильм «Семьи лет». А вы трудитесь, да? Ну так не бывает. Понимаете? То есть, знаете, смотрите. Информируйте людей. Каждый хочет знать, что можно реально сделать. Если вы позвонили, вот как Наталья Харойская на структуре. Наташа третья колена, по-моему, четвертая, да? То есть, я посмотрела эту структуру. Она глубокая очень пошла. Девочка растет там внутрь. Восемь, девяток колен уже растет, да, в структуре. Я посмотрела реально, что всей структуре лучше всех сработала Наташа. То есть, у нее большее количество людей, которые подписались. И все там, она сама там. То есть, ну как бы, а получается же, что как маленькая зарплата у нее. Потому что люди внизу, эти деньги по маркетингу, они, ну, пока тянули на себя, как бы, да? Нет, а вверху получает больше девочка зарплату, ее спонсор. Хотя она сделала, ну, там, в два, там, допустим, раза меньше, чем Наташа. Ну, это как я условно говорю. И у Наташи не хватало два дня до 12 процентов, 400 где-то баллов, да? Нет, даже больше. Мы что-то обсчитались сначала. Я позвонила ей. Я позвонила и сказала, Наташа, вот вы достойная зарплата. Вы планируете сделать этот заказ, у вас на подписание несколько человек, но прыгните. Потому что из всей структуры, из всей структуры, это были вот реально ее заработанные деньги, понимаете? Но у нее на тот момент было там что-то тысяча щенка, да? А у вышестоящего спонсора, за счет того, что она и ниже ее люди проработали, было там 7 или 8 тысяч. Она сделала это, 12 процентов, 2-4 тысяча, еще и с хвостом кто-то набахал в итоге, да? И человек получил свои заслуженные деньги, да? То есть, среди 12, около 8 тысяч, да? 7-4 тысяча, что-то там. Очень важно в своей структуре помогать. Она бы, может быть, сама и не догонялась как-то, да? То есть, она как-то бы не увидела детей. У нее она сказала, говорит, я мечтаю в этом месяце 25 процентов. Она вообще пришла новичок в прошлом месяце, да? Месяц, и в месяц она 12 процентов человек, понимаете? То есть, и она говорит, а я вообще сказала, она когда в начале месяца сказала, мы сидели в прошлом месяце 17 процентов, я так посмотрела, Наташа, простите, но я посмотрела, а, ну да, свежо, придание, довериться, сложно. Ну, честно, понимаете? То есть, как бы я себе даже планку 17 не ставила, я не ставила ее. То есть, я думала, 12, иду, так хорошо, 12 месяц, в этом надо дойти 12. То есть, как бы я не ставила себе, ну, честно. Хотя я прописала себе 17 процентов, я прямо написала 4 500 баллов, прописала по всем своим структурам. Кто на какой процент будет? Все переплюнули, то есть, ну, как бы вот все перешли к грани. Только я личный товарооборот не делала, потому что очень много, я писала себе 500, а сделала около 240, по-моему, личный товарооборот, потому что очень огромная работа была именно с людьми. Вот эти пошли колени, которые, девчонки звонили, говорят, поехали, там крупные сетевики и мэри-кей, да, ты можешь с этим справиться, потому что ты с ними работала, ты знаешь, все приколы, да. Вот, и поэтому очень много было работа с людьми, поэтому личный товарооборот свой, естественно, немножко снизился. Он для меня некомфортный, понимаете, у меня там планка 400, 500, 700, то есть, я же люблю вот это. Товар, деньги, товар, деньги, товар, деньги, товар, деньги, кофточка, емочка, бензинчик налили, машинку помыли, это все нормально, конфетки купили детям, то есть, я вот это объясню, что быстренько оказала. Вот. Ну и, что меня двигает лично, почему я иду, почему, возможно, у меня такой успех, да. Я вот с детства. Почему, когда, зачем, а куда, а эф. Мне все везде надо, понимаете. Я в каждой дырке. Если вот обсуждается, я сначала, я даже рулю, понимаете. Нет, мне все равно надо попереписываться там со всеми. Когда тут же у меня там люди и так далее, и дети, и все, я дочка, кому-то пишу сообщение, а она поняла, что я пишу сообщение по работе. И потом, когда я послушала сообщение, я послушаю, люди подумают, что другом. Она, значит, я говорю, она поет, я же не могу на нее соваться, неприлично. А она, о-о-о-о, не пою, не пою, не пою. Ну, нормально все. Последний день месяца, послезавши с ума, понимаете. То есть, я говорю, я воврачусь, она, ну и что, поработала, что ли нет. Я говорю, слушай, ну ты вообще, она говорит, так, ты понимаешь, и она говорит, вообще свет, уже дети у нас такие умные. Она говорит, мама, папа сказал, что ты должна научиться разделять рабочее время и время для семьи. Где мое время, а в твоем время, нет? Вот я говорю, все поняла, нормально. У нас такие как бы дети, да? Вот смотрите, есть у меня шестерка слуг, проворных удалых. И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их как и почему, кто, что, когда и где. Понимаете? Вот это меня движет к моему успеху. И я вам желаю того же. А сейчас я что хочу от вас услышать. Я такую тоже фразу, вот тут, кстати, между прочим, вот тут я прочитала ее. Я хочу вам сказать такую фразу, да? И для меня это сейчас важно. Потерпите чуть-чуть, мадамы. Обратная связь. Завтрак чемпионов. Но у нас сейчас уже не завтрак, поэтому я перефразирую и скажу. Обратная связь. Полдник чемпионов. Я хочу от каждого услышать прям буквально, ну, наверное, там, я не знаю, несколько, там, одно предложение, несколько слов, что для вас сегодня было полезно в тренинге. И что бы вам хотелось, может быть, еще от меня услышать там. Или что вам не понравилось. То есть, ну, как бы я хочу обратную связь от людей получить. Начинаем. Лавичка. 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 У меня уже новый опыт. Почти новое, ну, не знаю. Я пока, пока это так включаю. Ну, да. Новое, все. Наталья Николаевна. Кстати, между прочим, Наталья Николаевна, мы работали с ней. Это будет отдельной историей моей жизни Бессом. Потому что, вы знаете, ну, человек, который пришел, вот так, там, ну, подберите мне аромат, это один этап. Наталья Николаевна стала и говорит. Она была на руках с трехмесячной Елизаветой Романовной. Вот, с Елизаветой Романовной. Она, значит, с Рябой, подберите мне, пожалуйста, аромат, я там не помню всю структуру. Как вы сказали? Вот скажите. Знойный лук с жужжащими пчелками. Наталья Николаевна, пожалуйста, подберите мне аромат знойного лука с жужжащими пчелками. Я так остаюсь и думаю, ну, так, нормально, четвертый месяц. Хоть спасибо, хоть и первый клиент такой, да. И сдаю, думаю, и вы знаете, какой я ей аромат даю? Я даю ей 126. Аромат – это наш персачный, зелененький, да. Она такая нюхает и говорит. Что? Не-не-не. Она говорит, такая, ну, там какая-то кислинка есть. Мы убираем. Дальше. И дальше мы начинаем нюхать все, что есть. Когда мы перенюхали по палитре нашей, я перешла к мужским ароматам. У меня аж проверка есть. Знаете, такая, что у нас там с головой, да, грубо говоря. Она такая, нет, этот жесткий, этот такой. Думаю, а с головой в плане, может, все нормально? Думаю, нет, то есть не мужский аромат, не потому что, когда женщина, она все женские ароматы говорит, нет, 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 нет. Берем, как правило, 024 или что-то из голубеньких ароматов. Она говорит, вот это ближе уже. Тут надо работать уже, тут не ко мне. Тут уже, ну, простите, к психологу, к нейрологу. Я могу так поработать, да, но это вот уже какие-то такие моменты. Дальше мы перенюхиваем все, выклянусь, все. Я запуталась вообще, что мы нюхали, что не нюхали. Мы уже начали все наносить и так далее. Хорошо, у меня 126-й открытый в пробниках, в это, ну, наших, прям, у него, так, хлопончиков. И мы наносим, и она говорит, можете себе представить, последний, это был первый аромат, а потом последний. Я говорю, о, вот эти ближе всех. Ну, я думаю, я звезда, понимаете, потому что я была первая, это прямо. Ну, Наталья Николаевна-то хотела внимания к себе, понимаете. Она, в принципе, может какие-то возможности, она, в принципе, девчонки там кайковали, а она с Лизариной Романовой трехмесячной там ходила, да. Вот, ей хотелось меня, она говорит, а до меня когда доберемся, понимаете, я когда-то, ну, лидер сидит, в принципе, человек сидит лидер, да. Вот, она когда до меня доберемся, и когда я ей, в принципе, первый аромат подобрала, она как-то так уже и подобрали, да, это где-то у нее там на новокурке, то есть это вы можете не осознавать, да, и перенюха все, в том числе и мужское, она сказала, о, вот этот, который был первым. Поэтому они, о, третний лук с журшающим девчонком. Если вас кто-то попросит, мне знойный лук с журшающим девчонком, мне это столько-то чувствую аромат. Вот, все, сейчас я опять буду говорить, быстренько, прям по несколько слов кажутся. Ну, мне все понравилось, я прям, как, в основном, тоже новичок. Ну, 60-я падла, мне вообще понравилось. Вот, вот, вот. И парайлеров очень понравилось, очень понравилось. Ну, вот, понимаете, где-то, видите, вот, я понимаю, ваше отношение к, и ко всем, ну, понимаете, как одна моя подруга говорит, я говорю, ты знаешь, я говорю, вот будем исключать это, мы же клиентные женщины, мы лидеры, будем исключать. И она говорит, эмоции видите, ну, правильно. Как, знаете, как говорила мне 100 тысяч слов про Эльниш. Танюш, мне понравилось 2-3, особенно, потому что узнаешь, как правильнее общаться с людьми, потому что я общаюсь, у меня всегда разные детства, я всегда путаюсь, всегда запомню. И было бы интересно, как с человеком общаться с людьми, с людьми, с людьми, с людьми, с людьми. Это у нас, по этому у нас есть отдельная звезда нашей компании, Светлана Руцкий есть, ее это я сброшу. Я люблю глаза в глаза. Я люблю пощупать, я люблю потрогать, поцеловаться, пообниматься, поделиться. Вот для меня это важно, эмоционально там будет, чтобы у нас все равно они взаимодействовали. Для меня интернет, это мне пишут, да, мне пишут, сейчас уже пошли какие-то люди у меня через Инстаграм, через Одноклассники. Но все равно я пытаюсь перевести вот это на личную встречу. Ну, я пока не имею, буду сейчас выходить на скайп и как-то. Потом, кто говорит, подбирайте мне там людей, стадионы, я приеду в банк, я создам вам структуру в вашем городе, пожалуйста. Я хочу путешествовать с собаками, с детьми, со всеми. Ну, для меня очень важно вот это вот, ну, вот это сказать. Девушки. Да, да, шиклы. Расскажешь мне личное предложение, хорошо? Ну, в целом. Я звезда? Да, да. Вот, Анюша. Кроме уфа. Ну, а кому что? Кому, видите, здесь, как вам сказали? Ну, а в одну что-то не осталось. Смотрите, да, это самое главное. Вас много. Кого-то я тронула этим, а кому-то там чем-то другим и так далее. Главное, что, скажем так, когда у вас будет какое-то, какая-то минута отчаяния и желание, да ну, нафиг это, да, дэкстаз, забодал, будете сидеть и вот даже кого-то вот эта фраза ее кормит, понимаешь? Ну, как, ну, вот она сказала, вот соседка эта там такая, я ж не такая, я из-за смесу народ, я все равно завтра, сегодня я посплю, а завтра я встану и буду не такая, буду здесь, да, все, и пошла. Поэтому, я вообще на этом перейдю, эти занятия, вообще-то зажигающим, у меня, так, энергию тебе. Ну и вот первые слова, это вот именно, читаем первые, чтобы рассказать, чтобы все, ну, смотрите, заинтересовать его. Да или нет, это важно, ну, когда вы, что я, ну, да, 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 да. Ну, и далее, далее, далее. Давайте, первый, да? Уверенность добавляет в дальнейшем. Да, вы сразу можете говорить, я строю серьезный бизнес, я лидер в своей структуре. Вы же правда ли? Вы же даже одного человека пригласили, вы уже начинаете быть лидером. И важно, что у вас там сегодня нету этих, то есть полуких 17-20 процентов, да? Неизвестно вообще, как дальше там жизнь распорядится. Сегодня 20, там завтра 9. Ну, завтра 9 у меня еще нет. Но мало ли какая ситуация, не цепляйте, растите в себе это, растите в себе лидерские качества, растите в себе как бы профессионального человека, уверенного в любви и вредителя. Наташа, я очень серьезный человек, и я всегда все делаю селью. Ты приглашала, потому что ты делаешь вообще. Мне нравится, как ты делаешь. Я очень с тебя вот этой игре, и я понимаю, что мне это надо, потому что мне это очень хватает. Ну, он не скажет, что вы серьезная, как выучена, да? Да, да. То есть у вас есть все. Стандартки актрисы однозначно есть, пробуйте, это очень людям нравится. Мы и так все, знаете, все серьезные такие, все что-то это. Там нам надо... Да, 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 да. Нет, ну видите, нужно просто... Откуда появляется шутка? Шутка появляется тогда, когда мы знаем вот эти фразы наизусть. Мы тогда можем и не владеть, и тогда уже шутить можем. А если мы даже не знаем, что говорить, мы как можем? Мы вообще говорим, я строю свою финансовую запорацию. Ты же, ты же упал. Что с этим делать? Что у меня там построено, а так строено, что упал. Ну, да, я не знаю, что было. Ну, мне очень понравилось, что вы говорили на самом деле возможность. Ну, как красиво так вот, ну, поставили человека на своем месте. Да, это очень важно, да. Я хочу вообще поблагодарить тут за эту лицу, за этот рассказ, за то, что вы поделили все там своим. Потому что это, на самом деле, это эксклюзивный опыт. И то, как структурирована инстаркласса, то тут у тебя, ну, ничего нового. Да, да, да. Но как она структурирована, мне вообще очень понравилось. И вообще я жду красивых умных женщин. Спасибо. Мне на то, что все понравилось. Вообще все классно, много ожидательных. И вообще, молодец. Я буду стараться. Как пойдем? Давайте поздавать. Антречку давай. Да, на моей тренировке. Который... Да, да, Ралюша, когда-нибудь динозавра. Я вообще первый раз на обучении. Вы новичок? Я новичок, но я уже старенький. Понял. Из всех раз, наверное, у меня такое впечатление произвело, что самое сложное выйти за действие в акции. Ну, раз вы старенький новичок, у кого-то... Нет, я не полито готовы говорить, да? Я не скромная, не понятно. Вот это вот где-то во мне сидит, что я... Все время какие-то причины нахожусь. Да, да. Желание тысячи возможностей, а не желание тысячи причин. Да, да. Ну, это даже не то, что у вас нежелание, знаете, а как бы вот... Ну, как? Все равно там страх отказов. Это тоже жизнь есть. Я не знаю, я всегда называю расстоятельствами, можно к вам не сидеть. Это по семье, кто-то больше. Я, наверное, больше, чем вы, для желания. Вот тут, знаете, какая очень важная вещь, я скажу. Я побежала тогда, когда у меня уже не было возможности побежать, понимаете? Когда я вдруг понимала, что я остаюсь в этом мире одна, и у меня двое моих детей. Леша, это был не страх. Это у меня, со мной работал, это ответственность. Врач брал у меня вот этот страх, потому что страх меня наоборот парализует. Меня лично. То есть у меня страх, и все, я такая все села, и думаю, ну, страшно, и страшно, я буду сидеть, никогда не пойду. Нет, это была действительно ответственность. Это было вот ощущение того, что, ну, я хочу своим детям дать классную жизнь. И я такая женщина, которая очень много нужно даже для себя, да, тратила, да, и так далее. Вот, не доводите до этого, понимаете? Если Господь вас привел в такую классную компанию, значит, возможно, он вам готовит какие-то испытания определенные, да? И лучше эти испытания проходить с большим количеством денег в кармане, к сожалению, и материальный, да? Он и духовный сильно, но и материальный тоже. Вот я довела там вот этой грани, когда у меня варианта не было, да? И теперь ни стрём, ни ем, и худею, и разные моменты, и тоже срываюсь, и, ну, разным моментом. Не доводите. Если попали, выходите из своей зоны комфорта. Вот у вас все хорошо, вроде вас и супруг там обеспечивает, и все у вас классно, все. Ну, и тем более. Ну, все равно что-то у вас есть, что вам дают еще быть на плаву, у вас совсем глаз там сзади не горит ничего. Вам, как-то, знаете, сзади, недавно просмотрела торфильный экипаж, когда у них реально лава там все, и они взлетают на этом самолюбе. Не доводите свою жизнь до такого состояния, понимаете? Лучше быть, как эта фраза, она мне тоже дурацкая, не нравится, но она есть. Лучше быть богатым и больным, чем здоровым, нет, чем больным и тем... Бедным. Лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и больным. Лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и больным. Короче, если вдруг ты заболеешь, лучше пусть у тебя будут деньги, понимаете? Лучше быть богатым и здоровым. Да, богатым и здоровым, чем богатым и здоровым. Я думаю, вообще, бедно, я не знаю, понимаете? Понимаете? Вот, смотрите, вот реально, у нас какое-то определенное количество денег, мы там должны на все распределить. У нас есть бесплатные поликлиники, мы пошли в эти бесплатные поликлиники, прошли 7 группов ада, да? Это кошмар. Мы, допустим, что-то заболели, все, что мы такие, ну, мы эликсир, ну, у нас сейчас, конечно, с продуктом нашей компании есть возможность вообще, ну, у нас есть молодость и все, да? И это посидеть чувствую, и по людям более взрослым в компании, да? Но, понимаете, как, если вдруг мы заболели, что-то случая с нами, с нашей семьей, лучше пойти и заплатить в эту клинику солнечную, все, мы тебя там оближем, залежем и классно, все это пройдешь, быстро, чем в наших бесплатных поликлиниках. Ну, правда там. Ну, все же мы через это проходим, поэтому как бы это. Ой, спасибо большое, Наташа. Очень интересно. Если у нас есть много времени, мы вас просто знаем, и если я, конечно, у меня вот выбрана, что он не бросает, что это было, что это приведено. И почему 186? 186. Да нет, это на все дороги. Это не обязательно повторить, пересек. Нет, это я так говорю, что я говорю. Смотри, много раз. Да, нужно столько раз провести. Может, нам хватит три раза. Может, вы расскажете этот шаблон представления компании, на третий раз скажете. Как вас зовут Татьяна? Вот вы так на все с вами говорите. Татьяна, ну, хватит ей рассказывать, поскольку продаем ее уже. Вот когда вы это увидите в зеркал, когда увидите вот этот вот постел, что вы готовы согреть человека, подреки, решить его потребность. Не ваши 700 рублей положить в карман. Да, да. То есть, ну, просто много раз вы прогадалили, полюбили себя, пошли к людям, вышли за дверь в свои проценты. Это Наташа на одной лекции сказала, что мне 60 лет и 10 месяцев, поэтому вы... Вы знаете, даже в свои 64 года и 11 месяцев, я чувствую себя очень хорошо. Я не Лена, я вообще первый раз на обучение пришла. Хотя в компании уже с января, ну, как-то не получалось так, спрячься, хорошо, и как ты работаешь. Ну, первый раз мы пошли на опрос. И вот у меня космическое предназначение. Ну, это очень серьезно, в компании, иначе перед на обучение. Я давно не говорила, Лена, давай перед на обучение. Она, ну, я через вас ходила, она вообще не ходила. Ну, мы говорим, ой, дал тебе такую возможность походить на обучение. Я везде нет в обучение, и у меня уже как раз, перед тем, как упасть, по ламазинку, три дня надо было выходить на работу. О, Господи, это как надоело меня вот эта работа. Какой запрос такой нет. Идем-то и на опрос, и я сцепляюсь за этот самород металлический падаю на сезон и четыре конечности, вот в итоге... Попала на обучение. Да, попала на обучение, я остала времени больше. Да, да, даю вам здоровье, и как бы на самом деле, видите тоже, как-то что-то так случилось, что вы вот дошли сюда. Я знаете, что хочу сказать, вот я сначала говорила о том, что обязательно посмотрите первую вот часть, как я подбираю ароматы, что я говорю вообще как бы людям, там вот и машут. Как это вот на обучение? Это вот сейчас мы запросим обучение, и у вас в отделе компаний, мы спросим, кто у вас на спорте, а может по WhatsApp я могу больше вашего ваше 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 ваше. Это обучение. А ссылочку на это обучение? Я кстати для себя там очень много взяла. Да, да, да. И действительно, вот на сезон спонсора это будет прилимлавовать. А спонсору, которого прилимли, ей что скажет? Я рада, чтобы именно Лена попала на это обучение, потому что когда сказали, что вы будете это обучать, то я отложилась в тех поездки, которые, ну можно говорить, поехать. Я отложилась в том, что мне нужно попасть на обучение. И рада, что пришла Лена и ее приглашу. Я хочу. Молодые рубечки. Вообще я хочу сказать, кто у них ходит на обучение, поймите, в зонаре строится Россия, понимаете, обучаться очень важно. Я сейчас для себя, несмотря на то, что, казалось бы, да, ну что там рассказываю, все понятно, вроде уже много знаю, все, я для себя уже несколько заметок делаю, откуда я должна быть обучиться, понимаете, что я должна делать очень важно. Вот, поэтому никогда не поздно, можно профессии еще там смежные осваивать какие-то, да, и так далее. Парфюмерия для меня открылся такой мир, я вообще хочу книг 28, чтобы прочитать, понимаете, по парфюмерии, не догонять где-то какие-то моменты, это очень важно, поэтому сама обучайтесь. Ну, я как в прошлом учитель, одно у меня слово, профессионально, классно, легко, играючи, вообще мне все понравилось, Наташа, вы умница, вы звезда. Вот правильно, вы себе говорите, да, вы звезда, вы лидер, все здорово, и то, что настоящий лидер всегда должен обучаться, это я согласна, потому что, ну, когда ты стоишь на месте, на самом деле падаешь, а когда ты обучаешься, когда ты идешь вперед, ты растешь. Сейчас вообще очень скоростной мир, там наши 14-летние и нас скоро пойдут, понимаете. Да, 6-летние, ваша дочка, правильно сказала. Да, но даже ты стоишь, если ты стоишь на месте, ты делаешься назад, понимаете, сейчас очень сильно, там, кстати, тоже вот у Брайана Тресси написано, пожалуйста, осваивайте компьютеры и все, за этим большие возможности. Скоро будут вот так вот, будут встречиваться, что-то, и пик, и кнопками, надо же как-то соображать, надо идти в ногу со временем, как-то вот, и мозги будут работать, я поклоняюсь, там, перед Майей Тресецкой, да, там, Царство Невесное, перед Зелькиным тоже, не дам, до последнего, 90 лет, можете сказать, 90, на сцене и так далее, значит, это возможно, с нашим классным продуктом, с нашими, там, ароматами и с тем, что люди в мозге работают постоянно, стихотворения учили, там, что-то куда-то обучались, все слаженные. У меня еще есть, можно? Значит, мне очень понравилось про мой уникальный сервис, это такая фишка, то есть люди действительно, когда ты что-то продаешь, они часто обижаются, что, типа, ты на них там что-то наваливаешь, да? А здесь очень вы так преподнесли классно, что это мой сервис, что в 5 утра или в 12 ночи я тебе привезу. Да, вроде шутка, как бы, наделение. И это вот самоценность свое повышает, потому что нужно ценить себя, если сама себя ценишь, люди тебя ценят, если нет, они тоже не будут. Ну, вы, извините, Шатурев, вы приходите на обучение, вы обратите свое время, которое невосполнимо, да, вы там на склад ездите, все, вы там что-то читаете, обучаетесь, вы берете деньги, вы не навариваетесь на человеке, да, а вы, собственно говоря, за свой труд вот эти деньги, вы должны это четко понимать, что вы не вы, и причем вы должны человеку четко объяснять, если он говорит скидка, нет, подписываться не хочу, скинь мне 200 рублей, иначе пойдут в клави куплю, там, а вообще за тысячу кто продает. Вы должны сказать, а знаешь, что вот эту клаву скоро терпинируют в компании, потому что наш президент сказал, не демпингуйте продукцию, иначе упадем. То есть, больше цены каталога можете продавать, ниже ни в коем случае. Если человек настаивает ниже, он переходит на самоуслуживание, все. То есть, это должны все устить четко, если вы это, вот я сейчас говорю вам, вы мне что-то можете возразить, не можете, а если вы говорите, ну, ты понимаешь, давай, давай, ну, давай, ну, 30 рублей, ну, не могу, я же, я четко всем говорю, я строю серьезный бизнес, мне нужно кормить детей собаку, все. Собака, конечно, ладно, 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 ладно. Вот, и, кстати, между прочим, первая вот воспитательница, которая, у меня они просят скидку, у меня никто сейчас не просит скидку, потому что Господь Бог увидел, что мне нужны эти деньги и нужны эти возможности. Я пришла к воспитателю, дочери, понимаете, какие там взаимоотношения, а там же выпускной впереди, там нужно, чтобы все хорошо было, да, а я же пришла в январе, там или феврале, феврале и когда-то. И она говорит, а тут сколько ты мне продашь аромат? Я говорю, а за сколько, за 1700? И сразу ей сказала, Виктория Ивановна, я строюсь бизнес, мне нужно когда детей и собак, все. И у меня больше никто не просит скидку. У меня если как договорят скидка, я говорю, нет, такая цена, либо заключаем договор, все, переходим на самоотслуживание, либо я вас иду к вершинам, я иду на Мальдивы, пошли со мной. Все. Можно я еще? Простите. Мне понравилось очень про уникальную девочку, активную девочку в глубине, что вы отслеживаете как лидер, кто у вас работает, а кто нет, и кому нужна помощь, это очень важно вот именно в построении, в правильном построении структуры, потому что когда ты берешь всех на себя, тебя не хватит. Однозначно. А когда вот отслеживается, что да, вот она чуть-чуть не доделала до уровня, и она сейчас не получит те деньги, которые она заработала, а те, которые вроде как-то, ну, чего-то там сделали, да? Они работали, но просто ее количество сил, вот девочки, вот этой Наташи, я знала, я знала, как она сидит, работает в офисе, я знала, как она вообще, куда и как она ведет, и как она там крутит, и какая она честная там в бизнесе, и какие-то моменты, да? Я знала, как работает конкретно этот человек, и видела по результатам каким-то, то есть я расследила всю структуру, я поняла этот маркетинговый план, хотя тоже разбиралась долго, поэтому, как бы, вот, ну, конечно, надо... Это здорово, это фишка. Все, спасибо. Ну, а я хочу сказать, Наташа, спасибо тебе, как она рада. Находя здесь, я цепляю по одному сладечку, правда, да? Ну, конечно, ну, профессионально помогает. Спасибо. Я очень рада, что я вообще в эту компанию попала, ну, вот, еще месяца нету, как я здесь, у меня уже структура. Может, я вас так давно здесь видела, не знаю, почему. Да, потому что, я, когда первый раз меня привели, я еще не была в компании, и мы с вами увиделись просто еще, и я через две недели только подписалась, и, да, ну, у меня уже структура появилась, люди уже работают, у них уже какие-то люди стоят, ну, ты, круто. И, ну, что понравилось, вот какие-то конкретные вот слова, какие-то конкретные, то, что зажать деньги в кулачки, вот, чтобы видели. Вот это, кстати, такая фишка, вот нигде я не слышала такого, что... А человек вроде их отдал уже, и он это видит, и все равно вот это, ну, психологические какие-то моменты, это да, и ты понимаешь, что это, ну... Смотри, можно сказать, я не люблю вот эти вот манипуляции, не люблю вот эти вот жесткие игры, как бы, да, я это делаю не ради манипуляции, я это делаю ради, понимаете, вот, ну, видно на этой бумажке, вот конкретно видно, она видит, как она отдала 1700 рублей, если человек принимает решение строить бизнес, она видит, что 1000 рублей это то, на что она закупила товар, а 700 рублей это то, что я сейчас заработала. И она может вот эти 700 рублей плюс 1700, 1700, 1700, 1700, и уже она 3000 туда, допустим, ну, на склад съездила, отдала 3000, да, вернулась за и 3000, и еще здесь вот, где 100 заработала. Ну, это круто, круто. Как я говорю, все, алипусти, подвигалась. Шик-шик, 200, шик-шик, 200, нормально, ну, то есть, как бы, вот, да. Ну, у меня просто вчера продажа была, я почему, вот, за эти вот деньги в кулачки, я сделала, ну, вот, просто сегодня, я просто услышала, как подтверждение, я, ну, я не держала, я вот так вот их положила, и они вот так вот были. И когда я человеку сказала, что, ну, я за 2000 ей продала аромат, она прям тут же отдала, а сегодня утром она говорит, Оля, ну, я поняла, да, говорит, можно я со вторника приеду, будем уже разрезать, ну, то есть, да. Только эти деньги не надо туда участвовать, в ее подписании. Нет, 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 я уже ей сказала, что это мой труд. Вот, ты пишешь правильно, вот так делай. Да, и то есть, и она уже понимает, что, да, здесь заработки есть. Ни в коем случае не возвращается, неправильно, вот неправильно, ломаете и человека сразу, вот этого ломаете, и себя расцениваете, понимаете? А ломать человека, ладно. У вас там накажутся по толку эту, но она как-то там, а себя расцениваете. То есть, ты не рад, как ей продали? Ну, конечно, конечно. Однозначно. Ну, а если человек говорит, слушай, ну, возможность же есть, я хочу срываться. Ну, в таком случае, мы же не будем говорить, нет, купи у меня. Это мы же говорили, что если он говорит сразу, скидка, то есть, о скидках, вы сразу рассказываете о возможностях, он сразу подписывается, вы не продаете, да? Второй, да. Ну, чаще всего, да, чаще всего человек, все-таки у вас уже продажа завершилась. Все равно первая продажа всегда. Да, да, да. Ну, вот опять же, я всегда рассказываю, у меня много, много людей, я скажу, как вот я тренинги провожу. Одного человека вызываю, у второго. Сюда говорит, я занимаюсь только инфобизнесом, а другой говорит, я занимаюсь только продажами. Я говорю, а я, мой спонсор научил меня, плыву на лодке с двумя бесслом. Если я с одним бесслом, я вот так вот кручу и кручусь на месте, и кручусь на месте, понимаете? Продажи – это живые деньги здесь. Когда вам пришел новичок, он не построил еще саму структуру, его вдохновят вот эти деньги. Сейчас, стоим, что у меня вдохновляют 55 тысяч, но я все равно кайфую от продаж, понимаете? Я правильно, я понимаю. Я заставляю людей как стать. Кто говорит, я только вот строю структуру, я говорю, становись на одну ногу, стой. Второй, я, короче, только продаю, ну, продавай, стой на одной ноге. Я говорю, а нормальный кто-то есть у нас в сетевой компании, у нас? И продаем и привлекаем. Человек говорит, да, есть. Вот они стоят. А я же лекцию рассказываю, они стоят. Этот, который стоит на ногах, стоит и стоит, что ему слушают и слушают. А тебе говорят, а вообще скоро, вообще, постоим на этой ноге. Я говорю, что, неудобно уже? Неудобно, понимаете? Это, вот на вот этой вещи ты понимаешь структуру сетевой компании. Все равно, как это сказать, продажа продукции и, что важно, вот что я не говорю, забываю, потребление собственного. Понимаете? Если я мог, было бы в шампуне, я могу рассказать мне. Если я принимала ловия, я могу рассказать мне. Если я принимала полуостровую, если я со спрейем, я на днях так себе обварила ногу, просто нереально, вот здесь высоко. Со спрейем вшипнула, у меня горело все, вгорело. Если я вшипнула, со спрейем, мгновенно ушла бы, я в шоке. Я встыряла, я ничего не понимала. Понимаете? У меня не сдулась нога, ничего. Если там, занималась тоже там, ну, своей шикарной пеной, приводила ноги в порядок, простите за такую прерыводронность, да, и порезалась лезвием. Тут же со спрейем, это мгновенно вышло, все, сразу запеклось, все. Ну, вот Нелля сегодня была, она продала этого со спрея, уже, наверное, 15 штук. Она звонит и говорит, Наташа, со спрея нет, Нелля, а у меня подруга едет в Испанию. Я ей сказала, в Испанию ты без со спрея не поедешь. Даже, говорит, на самолет не сядешь, тебе обязательно надо. Все, она этих со спреев, она говорит, чешется у ребенка, это, комары безумно, вообще ночью не спит ребенок. Говорит, сверху брызнула на спящую, все, ребенок схил. Ну, если работает продукт, потребляйте, продавайте сами. Потребляйте, вот как у меня Анатолия, она говорит, терпеть не могу продавать. Она имеет на это право, да? Она у нее, супруг у них, совместный контракт, супруг продает, она занимается инфобизнесом. Ну, им вообще классно. Но, тем не менее, она говорит, ну, я для себя, у меня заканчиваются продукты, я для себя. Какие-то там новые ароматы, что-то для семьи. У нее на 100 баллов только для себя вынесется. Это правильное отношение к себе. Пожалуйста. Спасибо, Наташа, что ты именно передаешь ту энергию, эмоции. Именно держишься перед публикой. Красиво, здорово. Огромное тебе спасибо. Да, именно, есть в твоих словах вот именно такие ключевые фразы, которые можно применить именно в действии, работе с людьми, безусловно. Я в сетевых компаниях, ну, как работал, до этого, вот, и что я хотел сказать, что, да, акцентируешь свое внимание правильно, что, прежде чем висеть работу, надо, чтобы все люди конспектировали. Я, да, это вину чувствую, говорит, тобой. Поэтому я записавший, я однозначно проработаю все фразы эти, я себя выпишу и буду применять действия непосредственно перед людьми. Да, да, потому что это большое значение играет вообще, и что мне еще понравилось, да, как ты говоришь, что не надо, как говорится, надо себя кормить перед клиентом, себя кормить и собачку. Это правильно фраза, это красиво, мне запомнило, вот это, потому что два дня назад я встречался с одним старшим продавцом, ну, довольно-таки, у него около 30 человек сотрудников, она старше, и когда она произнесла, в смысле, как я ароматы показывал, ей понравился, там, Gucci, это аромат, он говорит, Леонид Дмитриевич, ну вы поскольку, я говорю, да, я вот по 800, 830 беру, я сказал фразу, я не лукавил, я не уменьшал, а говорит, а для меня, а для вас, говорю, 1700, а почему такая разница, я говорю, ну вы же, это, свои корни, мне тоже, ну, ну, вот для меня можно, а я говорю, ну, вот для меня, вот вы можете прийти в магазин, сказать, продать мне хлеб, сколько стоит, 25, давайте за 20, вы же не продавцы, да, никто не продаст, поэтому я тоже хочу жить, ну, в то же время подумайте, я могу зарегистрировать все, вы же не потеряете от этого, деньги не надо платить, абсолютно, не рубля, бесплатно, это вообще, а выиграть, да, вот правильно акцентировали сегодня внимание, а выиграть можно, можно, поэтому думайте, думайте, ну, хоть я подумаю, и вот приеду завтра, я говорю, я всегда две фраты говорю, что ты теряешь, подпишешься, что ты приобретаешь, так, что тут ничего не теряет, а приобретет, да, я нашла, онлайн, спасибо большое, мне понравилось абсолютно все, Наташа, особенно, та твоя энергия, которую ты нам даришь, это вообще, это просто уникально, вообще, все очень здорово, для тебя учить, как нести себя в люди, в мир. Спасибо. Ведешки, которые наши записываются, я сегодня вообще хочу сказать, что школа была супер, мне очень понравилась, вообще, сегодня была конкретная, даны такие фразы, методики, супер, потому что я сама, не продавец, и для меня проще людей звать сразу на бизнес, но сегодня вот конкретная такая школа была, как работать с продажами, такие фишки, в общем, девочки, берем, записываем и действуем, вообще классно. Ну, что я хочу сказать, я вообще хочу сказать, когда я пришла вот именно сюда, и побыла с этими людьми две минуты, было три наставника, это Людмила Витальева, Наталья и Татьяна, я просто влюбилась в этих людей, я приняла решение находиться здесь и сейчас, хотя еще я, как бы, в другой компании, там не знаю, что я ушла оттуда, они меня ждут, вот, но, глядя на тебя, потому что я сетивик уже со стажем, да, я никогда не продавала, вот так, честное слово, я всегда приводила людей и создавала команды, работала с ними, вот, создавала лидеров и шел товарооборот. Ну, пообщавшись с тобой, я просто, даже взять Людмилу Витальевну, я просто в восторге от того, что я сейчас научилась продавать детей. Я просто иду на холодные контакты, захожу с такой энергией, с такой радостью, с такой гордостью, если мне сказали нет, да, я говорю, извините, вы себе сказали нет, а не мне, я пошла дальше, это здорово, вот, я сегодня должна быть в другом месте, но я не могла не прийти сюда, просто, видите, услышите, да. Не, продажи на самом деле это классные, как я говорю, у нас действительно очень хороший классный уникальный продукт, и мы в этом уже все вот здесь собравшись, не сомневаемся. Моя вот уникальная фраза, я ее обожаю, не будьте же добрыми, несите вот красоту и здоровье в ней, пожалуйста. Самое главное, я добавлю, это твои эмоции, это вот твоя энергетика, это вот все. Это моя вера, я не такая, я душная, я душная, я душная. Честное слово, в другое раз бывает тяжело, когда там, да, на душе, я всегда вспоминаю тебя. Твой, как ты, пример привела, жизненный, я всегда его привожу себе. Если эта женщина смогла выйти с той ситуации, ты тем более сможешь. Наталья, всего классного тебе. Спасибо, вам тоже. 25 баллов, 25% уже есть, я думаю. 28 баллов, 28 баллов, 28 баллов. 28 баллов, 28 баллов, 28 баллов, 28 баллов. Вперед, у вас, кстати, моя любимая правда, спрашивает у белоруса, как у вас будет вперед, она говорит, уперед, а как будет назад, у белорусов нет, назад у них развернулся и уперед. Это как и я, у тебя все время уперед. Вот, у меня, Аркадия, да, ну, ты знаешь, что я тебя обожаю, твоя энергия, действительно, заряд положительности, ты всех зажигаешь, понимаешь, так, поэтому я очень нравится, ты меня обещала. Только в честь терпения, да, у меня, например, мне звонят, а я что-то уже занервничаю, а-а-а-а, ну, потом, как бы, нормально, извиняю, по крайней мере, хоть при, потом и не извиняюсь, когда я сидит, я заживаюсь. Спасибо вам всем большое, сегодня какая-то такая теплая, тепло-опуларная какая-то обстановка, все-таки, вот, от вас, как вот мне вчера сказали, говорит, Наташа, проводи, ничего, что тебя там отзывают, называют там в чате, да, проводи школы, ты нам нужна, мне там много в личку писали, как бы, очень, и сказали, как бы, большие деньги на сцене, и это правда, сами постепенно, здесь вот Людмила Анатольевна вся возможность дает, как бы, выходить и преподавать, да, то есть, старайтесь, если у вас есть такие желания, тоже сюда выходить, что-то давать, да, учитесь этому, это в том числе и по турам, уже работают с каждым конкретным человеком, то есть, если есть такие желания. Вообще классно, чем классные сетевые компании? Вы понимаете, что здесь можно быть всем, и продавцом, и директором, и журналистом, и спикером, и оратором, и психологом, и неврологом даже в некоторых моментах, то есть, вы здесь можете освоить колоссальное количество профессий, и поверьте мне, если вы даже достигнете, сейчас есть такая книжка, но я в Эстинс скоро тоже узнаю, что понесут эту компанию дальше, я могу сказать конкретно про, как бы, Mary Kay, если ты был, допустим, лидером когда-то компании Mary Kay, у тебя было, вот, там же оформляют индивидуальное предпринимательство, все, и дальше, допустим, ты не захотел вести этот бизнес, пошел на какую-то наемную работу, это считается в резюме, офигенским просто, ну, как бы, как сказать, для работодателей, ну, как это сказать, ну, как, преимуществом, да, преимуществом, не обязательно, не в торговле, везде, ты руководил структурой, и продавал, и уж поверьте мне, если вы здесь освоите какие-то моменты, и что-то там в жизни случится, вы не захотите, вы пойдете в любое, там, я не знаю, видео, все, вы будете там звездным, видите, консультантом, понимаете, то есть, классно, развивайте себя, здесь есть возможность себя развить, дойдете, не дойдете, вообще не цепляйтесь, никаким, просто обогащайте мир, кайфуйте, и пользуйтесь хорошей продукцией, и людям поройте, не будьте задовольны, все, люблю вас, целую Богу. Спасибо.